Просвечивается, прямо янтарь один. Содержать пчел занятие не из легких. Существа прихотливые и требуют немало внимания. Станислав Закревский, фермер-любитель из кубинского села Акулова, знает об этом еще с детства. У меня дедушка, прадедушка и я. Жили в деревне. Я родился там. В те времена сахара не было. Держали пасеки все. Три года назад он и сам закупил пчел в Башкирии, а теперь собирает урожай. В прошлом году целых 250 литров меда. Но готовятся пчелы к летнему сезону еще с февраля. После зимовки пасечники открывают литки и выпускают насекомых на первый облет. Большое событие в пчелиной семье. В это же время наступает подкормка. Мед с сахарной пудрой или сахар с водой. Я лично препаратов никаких не добавляю. Я добавляю там еловые шишки, отвар с них добавляю. И яблочный уксус. Там определенные проценты. С появлением первоцветов пчелы заготавливают и первый нектар. Здесь он особенный. Здесь в нашем районе нету таких посевок, как подсолнечник, гречиха, акация. Здесь они собирают мед в разноцвете. Производят пчелы не только мед, но еще и воск, который нужен для строительства сот. Нектар насекомые откладывают в ячейки и семь дней готовят к запечатыванию. Сушат и выпаривают. За неделю жидкое вещество становится вязким и густым. Рамка вся запечатана полностью. Вот это самый настоящий, ценнейший мед. Натуральный, без всяких добавок. И готов, который может храниться долгие годы. Если вы думаете, что все пчелы одинаковы, глубоко заблуждаетесь. Пчелиные семьи разнообразны. Состоят из матки, трудней и рабочих пчел. У каждой свои задачи. И на людей они влияют по-разному. Одни боятся, а другие, наоборот, успокаиваются. Пчела, она человека так успокаивает. От любых стрессов, от любого всего. Сядьте вот рядом с ней, когда они работают. Забываешь все на свете. Но не стоит забывать главное. Пыльца цветущих растений – сильный аллерген. Кашель, чихание, насморк – не самые грозные симптомы. А вот при отеке к винке счет идет на минуты. К тому же эта сладость содержит много сахара. Риски злоупотребления меда такие же, как у сахара. Поэтому людям, страдающим ожирением, высоким индексом массы тела и сахарным диабетом, не стоит употреблять мед в больших количествах. Ваша суточная норма – примерно 3 столовые ложки в день. Еще важно не нарваться на поделку, а купить натуральный продукт. При выборе нужно ориентироваться на консистенцию. Мед должен тянуться и застывать. Но его всегда можно вернуть в прежнюю форму при нагревании.